О главных итогах своего визита в США Нурсултан Назарбаев рассказал представителям средств массовой информации. Президент Казахстана отметил, на общих дебатах юбилейной сессии Генассамблеи он прежде всего представил видение нашей страны глобальных политических и экономических вопросов. Глава государства сделал несколько конкретных предложений, в том числе о преобразовании экономического и социального советов ООН в Совет глобального развития. Нурсултан Назарбаев убежден, богатые страны должны оказывать помощь бедным. Он предложил, чтобы все государства выделяли 1% своих военных расходов на реализацию целей тысячелетия. Президент особо подчеркнул, речь на государственном языке нашей страны впервые звучала с трибуны Генассамблеи. И эта речь Нурсултана Назарбаева на юбилейном форуме ООН вызвала много откликов среди мировых экспертов и политиков. Вот уже третий день в штаб-квартире международной организации обсуждают уникальные инициативы Нурсултана Назарбаева. Наш собственный корреспондент в США Мэра Абдрахманова фиксировала мнение представителей Центрального офиса ООН и спешит поделиться эксклюзивной информацией из Нью-Йорка. Пока шли политические дебаты в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, в Судане было совершено нападение на миротворцев Африканского Союза. Тем временем плохие новости пришли из юго-восточной афганской провинции, где террористы напали на мирных людей. Дети погибают на волейбольной площадке. Из Сомали сообщают, что голодают уже около миллиона жителей. Этот поток печальной информации дополняют и тревожные выступления с трибуны 70-й сессии Генассамблеи ООН. Один за другим меняются ораторы и практически у каждого второго серьезные проблемы в стране. Украина, Сирия, Корейский полуостров, другие горячие точки планеты на устах глав государств. На этом фоне особенно выделяется взвешенная, глубокая по сути речь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Президент Назарбаев представил отличную речь, которая, я думаю, была конструктивной и полезной для глобального мира и развития. В частности, та ее часть АБЭКС по системе энергетики. Это очень интересные и полезные инициативы, которые сделал президент Казахстана. Это отличный показатель работы Казахстана, и он демонстрирует, какую роль играет ваша страна в Азии, являясь одним из решающих игроков. На этот раз даже многие скептики не могли равнодушно реагировать на новые и неожиданные инициативы казахстанского президента. Американский журналист Карла Стэя работала в Сантьяго, столице Чили, во времена правления Пиночета, в России и в пресс-службе Госдепартамента США. Сегодня она является специальным корреспондентом издания по глобальным исследованиям ООН. Она считает наиболее конструктивным именно предложение Нурсултана Назарбаева о том, чтобы каждое государство выделило 1% от военного бюджета на устойчивое развитие. Нельзя работать над устойчивым развитием, если вы одной рукой пытаетесь помогать развивающемуся миру, а другой пытаетесь разрушить эти страны, потому что это приносит вам прибыль. Поэтому я считаю, что предложение президента Казахстана выделять 1% от военного бюджета на развитие очень реалистично и гуманно. Это будет содействовать укреплению мира и стабильности. Инициатива главы вашего государства, которая отстаивает такой реалистичный и такой важный аспект по передаче ресурсов, заслуживает внимания и уважения. Уникальность нынешней уже 70-й сессии Генассамблеи ООН состоит и в проведении саммита этой всемирной организации по принятию повестки до 2030 года. Документ приходит на смену так называемым целей развития тысячелетия, которые практически успешно достигнуты нашей страной. Выступления президента Казахстана на юбилейных форумах ООН продолжают цитировать зарубежные СМИ. Назарбаев предложил уже сегодня заглянуть на 30 лет вперед с тем, чтобы к столетию ООН, предполагающемуся в 2045 году, предложить далеко идущие реформы, включая такие, как создание наднациональной валюты и перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в Азию. Отмечается в американской прессе. Майра Драхманова, Майк Джоэл, Нью-Йорк, США. Итоги дня.